Музыка Всех приветствую дорогие друзья В своей рубрике посвященной ретро технике Сегодня мне принесли посмотреть что не так С вот такой вот стереофонической радиолой 3 класса Vega 323 стерео Как мне сказали она работает Но в ней не работает один канал звуковой Сейчас мы попробуем ее посмотреть Ну во первых вот эта крышка Она снимается довольно легко Она просто насажена сверху Вот так вот Сняли Здесь может быть винтики были предусмотрены Да нет Не предусмотрены тут винтики Так Что касается колонки Колонок мне к ней не дали Поэтому я воспользуюсь вот такой вот маленькой колоночкой Буду ее просто подсоединять по очереди Вот у меня проводочки зачищены Сейчас мы попробуем посмотреть Включим что с ней не так Как она вообще работает Как она включается для начала Поскольку мне все равно придется ее вскрывать Давайте посмотрим на заднюю стенку Здесь вот на два таких винтика Вот я их вывернул Один винтик здесь Другой винтик вот здесь На два этих винтика Прикручена вот эта задняя стенка Она снимается вместе с разъемом питания С сетевым шнуром Поэтому пока я ее не снимаю Пока я только вывернул эти два винтика Сейчас мы попробуем включить сюда колонку Колонка левая сюда Сюда правая включается Здесь пятиштырьковые Дин разъемы Но я просто воткну туда проводочки В эти штырьки клеммные Сейчас воткну туда проводочки И попробую ее включить Посмотрим как она работает Подоткнул туда проводочки Сейчас будем включать И поставим грампластинку Как вы наверное только что видели Вилка не лезет в современную розетку Поэтому я решил ее сбоку Вот здесь подпилить Подточить И теперь она влезает Вот так вот сбоку чуть-чуть Чуть-чуть стачиваем Вот тут сбоку Кстати пластик очень крепкий Стачивать замучился Так включили Давайте смотреть что здесь у нас Так здесь у нас есть кнопка сеть Пробуем Ага Шкала загорелась Включилась шкала Это уже хорошо Сейчас у нас включен диапазон УКВ Громкость Баланс Тембр Так Пока я вижу Что полная тишина Может быть не работает другой канал Вообще нету шума Ну при приеме радио должен же быть какой-то шум Правильно? Должен Это автоподстройки частоты Диапазон КВ СВ ДВ ЗС Это наверное звукосниматель Да Ну на ДВ сейчас Ничего не Присутствует Ничего не Транслируется Поэтому Мы можем попробовать Только послушать шумы Ну хотя бы на УКВ Чего-то должно быть Но пока я Ничего не вижу Сейчас я буду разбираться Может быть надо в другой канал Включить колонку Так Я вытащил колонку Отсюда И включил ее в другой канал Наверное Неисправен тот канал Мне говорили Что в ней не работает один канал Давайте пробовать Если это так То сейчас что-то должно быть О Вот это уже другое дело Есть звук Есть звук Он слышен Так Ага Ну вот видите УКВ ловят Даже загорается лампочка стерео Так Угу Так Со звуком все в порядке Давайте-ка Попробуем пройтись По другим диапазонам КВ-2 Ну Здесь вряд ли чего КВ-1 Вот только Слышен треск От Крутилки громкости Угу Вот регуляторы Кручу Слышен только треск Так Ну и на КВ-1 Тоже ничего нету СВ Ну тут тем более Ну и на ДВ Вообще ожидать Даже ничего И не стоит Так Переходим назад Так вот Кнопки немножко Проблема с переключением Кнопок Вот так только По очереди Переключаются Давайте попробуем АПЧ Включить АПЧ Работает Чувствуется Вот Включил АПЧ Выключил При включенном АПЧ Чувствуется Что он Волну Сразу Подстроился Под нее Так Отключил Кнопку Стерео Включил Отключил Включил Так Ну что же По этой части Действительно Тут все работает Надо Смотреть Что со вторым каналом Давайте я еще раз Сейчас переключусь В этот канал Чтобы убедиться Что действительно Ничего Нету Кажется Волкнулось Давайте попробуем Еще раз Полная тишина Громкость На максимум Вот Режим Стерео Включил Еле-еле Что-то Пробивается Да Это Наводки От того Канала Так Ну что Надо Открывать Как я уже говорил Заднюю панель Я отвинтил Вытаскиваем Есть Есть Вот она Начинка Нам надо Как-то До нее Добраться По всей Видимости Электропроигрывающее Устройство Сверху Можно снять А Кстати говоря Я не попробовал Грампластинку А давайте Попробуем Сначала Поставить Грампластинку Включаю Еще раз Колонку Переключил На Исправный Канал Так Ну Это Радио Насчет Радио Все Понятно Давайте Попробуем Пластинку ЗС Пластиночка У меня Есть Вот такая Снимем Держатель И Достаем Пластиночку Есть Немножко Пыльная Ну Ладно Так Давайте Попробуем Пуск Пуск Так Так Как видим Звук Есть Но Что-то У нас Перескакивает Может Быть Эта Пластинка Плохая Остановим Сейчас Сейчас Посмотрим Может быть Там Иголка Сбита Или Давайте Для начала Попробую Перевернуть Пластинку Пластинку Конечно Надо Протереть Она Жутко Пыльная На Балконе Лежала Пластинка Так Сейчас Посмотрим Так Ну Звук Есть Это Уже Хорошо Эпушка Работает В чем Проблема С Перескакиванием Это Мы Сейчас Посмотрим Отдельно Я Пластинку Протер Стало Чуть Получше У меня Такое Ощущение Что Там Вот Надо Просто Смазать Потому Что Ход Какой-то Туговатый Вот Так Вот Я Пытаюсь Поворачивать Там По всей Видимости Набилась Пыль Какой-то Туговатый Ход Надо Какой-то Тугой Ход Как-то Полегче Мне кажется Она должна Ходить Ладно Это мы Сейчас Пока Оставим Наш Вопрос Пока Связанный С Звуковым Каналом Чтобы Нам Добраться Внутрь Нам Надо Снять Электропроигрывающее Устройство И По идее Оно Должно Вот так Вытаскиваться Вверх Значит Снимаем Это Снимаем Вот Это Ага Вот Диск Что мы Видим Ну конечно Вот Они С Пломбой Держат Сейчас Мы Их Отвинтим Все Вот Вот Такие Они Винтики Есть Ну и Теперь Электропроигрывающее Устройство Должно У нас Подняться Все Четко Вот Электропроигрывающее Устройство Я его Поднял Откинул Так И Смотрим Что Здесь К чему Ну Слава Богу Платы Вроде Более Менее Доступны Вот Они На Винтиках Привинчены Платы Вот Такие Винтики Тут Значит Я Смогу Не Вытаскивая Всю Эту Штуку Наверное Из Корпуса Наверное Можно Попытаться Сделать Сверху Доставая Нужную Плату Так Кстати Говоря Вот Здесь Уже Че-то Меня Напрягает Смотрите Давайте Покажу Так Чтоб Видно Было Вот Транзистор Транзистор Он Запаин А Вот Следующий Транзистор Следующий Транзистор Он Похоже Оборван Сейчас Мы С этим Будем Разбираться Но Для Начала Нам Надо Отсоединить Электропроигрывающее Устройство Оно Все На Разъемах К счастью Везде Разъемы Вот Разъем Провод И Вот Белый Синим Провода На Разъемах К счастью На Разъемах Я Сейчас Сниму Чтобы Электропроигрывающее Устройство Можно было Отставить Просто В сторону Ну И Чтобы Потом Не Мучиться Со Сборкой Вот У Меня Белый Маркер Я Сейчас Маркером Поставлю Точки Какой Разъем Где Был Ну Это Как бы Тут Не Сложно Да У Меня Тем Более Все На Видео Но Тем Не Менее Чтобы Потом Не Вспоминать Вот Сейчас Я Посветил Получше Рассмотрел Нет Ребят Нет Не Оборван Он Подпаян Он Нормально Он Подпаян Просто Кто То Его Уже Перепаивал Так Вот Только Сейчас Заметил Что Меня Тут Напрягло Так А Че Это Вот Эти Вот Резисторы В воздухе Висят Что За Резисторы Откуда Куда Почему Они Висят В воздухе Очень Интересно Так Вот Еще Один Интересный Проводочек Идет Откуда То И В Никуда Так Дорогие Друзья Не Стал Все Показывать Во всех Подробностях Просто Расскажу Значит Вот Эта Схема Которая Имеется На Этот Девайс Вот Она Схема Так Одна Часть Другая Часть Тихо Бобик И Вот Третья Часть Здесь Как Видите Плата Усилителя Две Платы Усилителя Считайте Поскольку Штук Транзисторов Да А Здесь По Другому Здесь Тоже Две Платы Но По Другому Собранные То есть Как Здесь Сделано Здесь Одна Плата Содержит Две Части Вот Таких А Вот Эта Плата Вот Эта Содержит Две Части Вот Таких То Есть Нарисовано Вот Так Одна Плата Да И Вторая Такая же А На самом Такая Этим Сильно Осложняется То Что Схема И Соответственно Нумерация Деталей Не Совпадает Что Я Значит Сделал Я Снимал Вот Эту Плату Сейчас Перепаивал Ее У нее Отслаиваются К сожалению Снизу Уже Дорожки От Времени Отсыхают Отслаиваются Поэтому Пришлось Кое Где Восстановить Дорожки Что После Этого У нас Получилось У нас После Этого Получилось Что Сигнал Еле Еле Пошел Вот Это Не знаю Слышите Вы Или Нет Но Это Максимальная Громкость Вот Сигнал Чуть Чуть Пошел До Этого Сигнала Здесь Не Было Вообще Значит Здесь Где-то Были Проблемы В Контактах В Дорожках После Того Как Я Все Пропаял Сигнал Слегка Пошел Так Но Это Еще Не Все Значит Сигнал Чуть Пошел Для Сравнения Как Здесь Идет Сигнал Ну Вообще Еле Слышно И вот Сейчас Переставим Сигнал В Другом Канале Сейчас Сейчас Воткнем Совсем Другое Дело Другой Канал Полностью Исправен Так Переставляем Назад В Неисправный Канал Вот И Начинаем Ковыряться С этой Платой Значит Здесь Шесть Транзисторов Эти Транзисторы Получаются Вот эти Раз Два Три По Два Раза Вот Эти Вот Эта Часть Платы Вот Эта Половинка Собрана Здесь Два Раза Значит Здесь Соответственно Шесть Транзисторов Вот Эти Три Из Них Отвечают За Левый Канал Три За Правый Методом То есть Вот Они Транзисторы Вот Они Транзисторы Вот Они Шесть Штук Да Вот Я Их Нарисовал Раз Два Три Четыре Пять Шесть Да Значит Путем Щупания Базы Транзисторов Мне Удалось Определить Что Вот Эти Три Транзистора Отвечают За Левый Канал Вот Эти Раз Два Три Да Вот Эти Вот Три Транзистора Раз Два И Вот Этот Третий Отвечают За Левый Канал А Вот Эти Транзисторы Раз Два И Три Отвечают За Правый Канал Сейчас Мы Пропаяем Эти Транзисторы Прозвоним Пропаяем Вот Здесь Вот Уже Кто То Паял Резисторы Не Знаю Надо Прозвонить Сопротивление Этих Резисторов И будем искать, где же здесь потери сигнала Так, ну что, пропаяли эту плату И заменили две высохшие емкости на аутентичные Подобрал, чтобы были исправные из старых запасов Так Чуть-чуть большей емкостью и чуть-чуть большего напряжения Так, ну все Можно, наверное, собирать Звук из канала появился Сейчас продемонстрируем Так, это у нас канал, который был Неисправный, в котором звука не было вообще Ну вот, звук тут появился И другой канал Так, ну все, вроде звук есть с обоих каналов Собираем Закрываем Так, ну вот Перед окончательной сборкой проверяем Вроде работает Здесь я побрызгал смазочкой Но потом она проникнет Скажем хозяину, что здесь надо смазать Там, видимо, забилось грязью Вот Ну так работает ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok